Жительница села Дмитриевка Ингрида Коваль озвучила губернатору проблему, которая волнует многих ее односельчан. Особенно тех, кто живет по улице Набережной. Каждый год ее затапливает река Ивановка, которая выходит из берегов. У нас там 38 домов, которые вот прям в воде. Можно так сказать, огороды, превосходительные участки. Если непосредственно даже вот взять прошлый год, она даже не вышла у нас на осень. То она хотя бы как-то, ну прибывает у нас весна, осень, там речка начинает развиваться, огороды людей начинают садить. На осень это все затапливается. По словам главы Ивановского района Владимира Кондратьева, уже в этом году территория получила от Минтранса лимиты на решение этой проблемы. И работы по водоотведению в Дмитриевке начнутся с наступлением тепла. В этом году мероприятие, как только погодные условия позволят работать, мы начнем работать. Но дополнительно необходимо будет нам совместно с Минтрансой проработать по защите именно улицы Набережной от реки, от разлива реки. В свою очередь губернатор Василий Орлов отметил, что проблема половодия актуальна не только для Дмитриевки. Населенные пункты топят по всей области. И к решению этого вопроса нужно подходить комплексно с привлечением федеральных средств. Минприроды, заявку готовьте на федерацию. Посмотрим, что нам удастся там сделать. Федеральное агентство водных ресурсов на 22-й год. Значит, появится по их целевой программе. Соответственно, готовьте проектную документацию. Здесь срок доклада 1 февраля 22-го года. А для вас, Владимир, значит, 1 сентября. Это по тем мероприятиям, которые вы, соответственно, сейчас озвучили. Хорошо? Об аварийном состоянии Дома культуры в селе Константиноградовка рассказала главе региона председатель женсовета села Виктория Корюк. Зал один. У нас нет ни сцены, у нас нет ни актового зала, ни переодеться даже элементарно где-то что-то артистам. Ну, в общем, это все плачевно, но мы хотим развиваться. Губернатор дал поручение местным властям провести оценку здания и определить, какие именно работы необходимо сделать на объекте. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.